Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, как делать сладкие варианты сидров. Ну, скажем так, полусухие, полусладкие, да, с остаточным сахаром. Так будет правильнее. Вначале немножко о цифрах. Смотрите, яблочный сок, который мы используем в среднем, имеет 11-12% сахаристости. В сладких сидрах допускается, чтобы было алкоголя 1-2%. Если мы немножечко посчитаем, то вот 11% первоначального сахара и 2% алкоголя у нас получается. Таким образом, остается еще 7,4% сахара. Это 74 грамма на литр. Это достаточно много и достаточно сладко. Вообще, сладкими считаются сидры, у которых содержание сахара будет от 35 грамм на литр. Это 3,5%. Но, честно говоря, я бы вам очень рекомендовала не зацикливаться на этих цифрах. Потому что яблоки у нас могут быть очень разные по составу и очень разные по своей кислотности. И, например, яблоки с низким содержанием кислоты, там даже небольшое количество сахара будет ощущаться как сладкое. И наоборот. Поэтому здесь, если уж вы хотите иметь остаточный сахар, то лучше ориентироваться на ваши вкусовые предпочтения. Даже приведу еще один пример. Например, мы уже в прошлом году добавляли в ситры грушедичку. Так вот, у грушедички сахаристость 15%. Но когда ее ешь, пробуешь, этот сахар совсем не ощущается. Именно поэтому я все-таки рекомендую не совсем опираться на цифры. Ну, либо не полностью, скажем так, им доверять. Еще такой момент. Сидр, напиток, который может быть как игристым, так и тихим. И вот с тихими сидрами вообще все элементарно и просто. Мы сбрашиваем наше сусло до нужного нам остаточного сахара. Ну, хотите, меряйте. Хотите, пробуйте. Все вам нравится, да? Все замечательно. Надо остановить брожение и разлить по бутылкам. Конечно, можно останавливать серой, сорбатом калия. Вообще, не буду говорить. Я еще где-то могу упоминать эти вещества. Но не буду говорить ни о каких пропорциях. Потому что я эти вещества не использую. Как вариант, можно использовать пастеризацию. В принципе, пастеризация тоже очень часто упоминается в промышленных технологиях. То есть здесь все просто. Получили нужную кондицию, да? Единственное, что если вот у нас там пару процентов еще алкоголя, да, в брожении, еще бы идти и идти, сусло будет мутным. Значит, его при желании, опять же, можно оклеить, например, бентонитом. Пастеризовать, разлить по бутылкам. Либо разлить по бутылкам, пастеризовать. Так будет надежнее. Объясняю почему. Как бы вы ни старались соблюсти условия стерильности, вот воздух вокруг нас, он не стерильный. И вы можете простерилизовать бутылки, простерилизовать сусло. Но где-то при переливках, ну, какая-то микробина может попасть. Может и ничего страшного, но лучше залить в бутылки и пастеризовать. И еще один момент очень важный, что вся пастеризация должна происходить в закрытых емкостях, чтобы не было лишних процессов окисления. Именно поэтому лучше разлить, потом пастеризовать. То есть стихи не тут вообще. Все очень и очень просто. А вот с игристыми гораздо сложнее. Потому что игристые подразумевают наличие углекислого газа. А следовательно и создание давления в бутылках. И хотя, например, в технологиях, в учебниках, я читала как раз-таки о применении пастеризации. Но надо понимать, что если у нас здесь с вами находится напиток, содержащий углекислый газ, там уже все находится под давлением. Когда мы начинаем нагревать, происходит расширение, давление повышается. И то, что это взлетит на воздух, вероятность достаточно большая. Если у нас пластиковые бутылки, ну, жалко потерять напиток. Если стекло, там это вообще может быть опасно. Просто имейте это в виду. И пастеризация в бутылках, когда там находится углекислый газ, занятие довольно опасное. Конечно, можно стабилизировать холодом. Но там есть нюансы. Дело в том, что яблочные сусла прекрасно бродят при низких температурах. И для того, чтобы все стабилизировать, температура желательно еще около нуля. И вот в домашних условиях поддержать такую температуру, особенно в течение достаточного какого-то длительного периода времени, может быть достаточно сложно. как это можно решить и как все-таки можно добиться нужных нам результатов. То есть перед нами стоит достаточно сложная задача. С одной стороны нам надо напиток стабилизировать, с другой стороны сохранить давление, ну и самим остаться целыми. Кстати, сейчас будет маленькая вставочка. Вообще, что происходит, когда мы чуть-чуть ошиблись, скажем так, да, и давление в бутылке слишком большое. Ну, как видите, да, бутылка осталась целой, но открыть ее и налить напиток, ну, надо очень-очень хорошая выдержка. Причем это такой маленький отрывочек. На самом деле, эта бутылка открывалась минут 15 и охлаждение здесь вообще не помогает. То есть все это и в морозилке пыталась замораживаться, даже когда уже начинает идти небольшой ледок, все равно давление еще большое и наливается оно вот так вот красиво и бурно. Итак, ну а теперь переходим к конкретным методам. Вариант А. Мы сбраживаем наше сусло до необходимого нам количества остаточного сахара. Мы его оклеиваем, пастеризуем и газируем искусственно. Напоминаю, что пастеризовать надо в закрытых ямкостях, ну, если мы используем какие-то большие объемы, можно, например, использовать какие-то емкости с откручивающимися крышками. И если у нас возникает лишнее давление, потому что растворенный углекислый газ у нас есть, сусло, оно только бродило, да, его немножечко стравливать. А затем разлить и газировать искусственно. Но я никогда не занималась искусственной газацией, поэтому тут не подскажу вам точные процессы, но подскажу сам алгоритм ваших действий. Вариант второй очень похож на первый, когда мы сусло тоже можем оклеить, потому что на вот таких вот ранних стадиях брожения у нас все мутное. И мути будет много в напитке. То есть, в принципе, мы делаем все то же самое, только вот, ну, допустим, оклеем, разливаем по бутылкам, герметично закрываем и пастеризуем. Но тут, да, есть определенная опасность. Ну, наш же углекислый газ был в сусле. Во-первых, ну, может случиться так, что его будет мало, и нам не совсем достаточно, то есть будет чуть-чуть газированный напиток. Раз. Второй вариант, что при нагревании создается избыточное давление, ну, может быть, бум. Опять же, если бутылки пластиковые, может, ничего страшного, или с пластиковым здесь проще, мы их на пастеризацию поставили, да, мы подошли, их пожмякали, и видим, что там очень вот прямо, такие они твердые, чуть-чуть приоткрыли, газики выпустили лишнее. Да, то есть у нас есть возможность, ну, как-то немножко контролировать. Если у нас бутылка стекла, ну, вот с такими чуть-чуть, допустим, проще с пугельными пробками, можно на пастеризацию даже поставить, ну, вот так вот, не закрывать плотно, в таком случае лишнее давление будет уходить. А если мы же используем вот такие, типа как от шампанского, с кронин пробками пивными, вот там у нас может быть бом. Просто имейте это в виду. Ну, и второй вариант, да, газации может быть потом слишком мало. Ему получим практически тихий напиток. Следующий вариант. Вот здесь нам нужны расчеты, либо регулярные пробы. Мы дали немножко, допустим, побродить нашему напитку в большой емкости. Потом разливаем по бутылкам. Вообще для получения сухого варианта, с нормальным давлением, мы разливаем на плотности, по-моему, 1,008. Или даже 1,006. Вот то, что я вам показывала, пример, да, где слишком все было бурно, это 1,0010. Это слишком много. Вот создалось такое давление. И, кстати, одна пластиковая бутылка у нас разорвалась. Да. Так бывает. То есть с этим надо быть осторожным. То есть мы можем, смотрите, вариант А, разлить на любой плотности, но потом нам надо очень четко контролировать давление в бутылках и остаточный сахар. То есть в идеале тогда еще несколько маленьких бутылочек делать, да, и постоянно ходить, пробовать. Смотреть, ну вот, достигло нужного или не достигло. Трудоемко, да, то есть это надо ходить, пробовать и пробовать. Либо если нам сахара надо оставить чуть-чуть, да, то мы можем вот примерно там на плотности 1,0010 разлить. Ну, тоже все равно ходить, контролировать давление, чтобы у нас еще вот немножко сахарка осталось. И потом, когда вот мы достигли нужного уровня, то мы просто берем и все это выпиваем. Либо если нам надо еще похоронить, то, ну, в каком-то очень холодном помещении. То есть способ, ну, такой себе, да. Во-первых, он очень трудоемкий. Чуть-чуть что-то где-то упустили, что-то пошло не так у нас. Или фонтаны, или фейерверки. То есть, ну, можно пробовать, но, повторюсь, не самый лучший. Разновидность этого же способа. Мы следим, следим, да. А потом, когда все достигает нужного уровня, мы делаем дегрожаж. Что это такое? Удаляем осадок. Ну, до этого мы должны сделать ремюаж, то есть согнать дрожжевой осадок на пробку. Это делается, как у шампанского. Бутылка помещается горлышками вниз, под определенным углом, периодически вращается. Осадочек у нас перемещается на горлышко. Потом в определенный момент мы открываем, осадок удаляем. Я оставлю видео. Именно на игристые, про ремюаж и дегрожаж. Кому надо, посмотрим. То есть дрожжевой осадок мы убираем. Дрожжей у нас как бы не становится в напитке. Ну, и все хорошо. Но опять же, смотрите, если мы не подрассчитаем с давлением, то при дегрожаже, при удалении осадка у нас будут очень большие потери. Имейте это в виду. То есть способ, ну, такой повторюсь, имеет место быть, но достаточно трудоемкий и рискованный. Следующий способ у нас будет иметь две небольшие разновидности. и с моей точки зрения вот это будут, ну, как бы самые правильные, самые технологичные вещи. Итак, вариант А. Мы разливаем сидр на нужные нам плотности для получения нужного нам давления. Цифры я говорила, примерно 1,06-1,08. Я вот здесь помещу правильные цифры, потому что, ну, к сожалению, я не могу упомнить все. Разливаем, да, он у нас в бутылках дображивает, получаем нужное давление, и в бутылках мы получаем сухой сидр. Дальше мы проводим все тот же ремюаж, то есть спускаем осадок на горлышко и его удаляем. У нас освобождается пространство. Вот в предыдущем случае я не сказала, чем доливать. Тем же. Да? А в этом случае мы доливаем, как делают с шампанским, сладким суслом, сладким соком. Чем можно доливать? Первым соком концентрированным. С сахаром. Соком свежим, допустим, нового урожая. Единственное, что его лучше пастеризовать, чтобы там началось опять брожение. Можем, допустим, вот часть этого же сидра изначально вот мы там заливали в бутылке, а часть оставить добродить вообще полностью насухо, чтобы он был тихий, и на нем добавить сахара, да, и сделать сахарный сироп, и потом долить. Любой из этих вариантов, он приемлем. То есть мы осадок дрожжевой удалили, сладенько возделили, закрыли. Смотрите, здесь какой нюанс. С одной стороны, мы вроде как дрожжи все удалили, с другой стороны, ну, кто-то там может остаться. Ну, конечно, пока размножится, это будет долгая тема. Если мы будем содержать наш напиток в холоде и не держать там несколько месяцев, то все должно быть хорошо, и остаточный сахар у нас будет, да, он сохранится. Либо мы можем при доливке, опять же, добавить какие-то стабилизирующие вещества в виде серы, либо сорбата калия. Опять же, по цифрам не буду говорить, потому что я эти вещества не использую, я этого не знаю. То есть где-то попробуйте поискать отдельно. И таким образом вот стабилизируем наш напиток. Ну, и повторюсь, да, не очень долго храним, и храним при достаточно низких температурах, желательно поближе к нулю. А в таком случае все будет хорошо. При этом, смотрите, у нас еще алкоголь же будет нормальный. Вот наш первоначальный сахар, да, он в итоге весь бродит, и мы получим, ну, вот если мы там опираемся на цифру 11-12, в районе 6-6,5% алкоголя. То есть уже такой напиток будет и сладенький, да, и более спиртуозный. И еще, как разновидность этого же метода, мы можем вообще полностью-полностью в больших ямкостях сбродить наш сидор насухо. После этого разлить в бутылки, добавить сахар и дрожжи до нужного нам давления. Максимально это 22 грамма на литр. Больше не нужно. Если больше, то помним, что нам надо как-то подсчитать момент, когда удалить осадок. Чуть-чуть ошиблись нам удалить осадок. Может быть сложно. Могут быть большие потери, либо там разрыв бутылок. Так вот. То есть сухой сидор. Мы его газируем, да, добавляем сахар, дрожжи. Он отбродил. Опять же, перемяш-де-горжаж и доливка чем-то сладеньким. Ну и помним о моментах стабилизации. Ну и как видите, каждый способ на самом деле имеет свои нюансы, да, и свои сложности. У кого-то их больше, у кого-то их меньше. Но в любом случае, в принципе, любые напитки с остаточным сахаром, они имеют вот эти вот сложности и эти нюансы. Что могу порекомендовать? Изначально просто, если вот многие люди, да, им сладко воспринимается, это как вот погасить кислоту. Просто поменьше используйте кислых яблок, больше используйте яблок сладких. И в таком случае, может, вам ничего и не понадобится, потому что за счет низкого количества кислоты вам будет казаться, что ваш напиток, в принципе, вполне нормальный и может быть даже сладенький. То есть подумайте над этим. Ну а дальше, если вы хотите все-таки сохранять какой-то остаточный сахар, то методы я вам рассказала. Плюсы и минусы каждого тоже рассказала. Дальше уже вы выбираете то, что вам наиболее приемлемо, то, что вам наиболее легко реализуемо. Подскажу маленький нюанс. Если мы сусло перед тем, как вот бродящее, перед розливом осветляем, мы удаляем много питательных веществ для дрожжей. И такие сусла бродить будут медленнее. Вообще бродить будут медленно. И поэтому с ними работать может быть легче. И потом вот контролировать, как бы остался нужный сахар, не остался. Появилось нужное давление, не появилось. Может быть проще. То есть имейте это в виду, что лучше осветлять. Чем осветлять бентонитом? Ну, в общем-то, самое простое видео по аквейке бентонитом, тоже на канале есть. Под роликом в описании я вам обязательно оставлю. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также нажав кнопку еще в описании оставляю ссылку на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!